Смотреть фильмы и сериалы или играть в консольные игры намного удобнее и приятнее на большом экране. Выбор диагонали экрана зависит не только от ваших нужд, но и от разрешения телевизора, а также расстояния до глаз человека. Для кухни достаточно диагонали не более 32 дюймов. В спальню или детскую подойдет телевизор с 32-45 дюймами, а для просторной гостиной или конференц-зала нужно 50-65 дюймов. Для создания домашнего кинотеатра в большом доме потребуется телевизор от 75 дюймов. Однако это общие рекомендации. Если желаете посмотреть более точную информацию, то поставьте на паузу и рассмотрите таблицу. HD разрешение подходит только для устройств, работающих фоном и предназначенных для просмотра эфирного телевидения. Full HD имеет хорошее качество изображения, что важно для просмотра фильмов и игр. Это отличный вариант для телевизоров до 45 дюймов. Однако постепенно этот формат уступает своей позиции 4К-телевизору, который имеет высокое качество и четкость изображения и предназначен для просмотра фильмов и спортивных матчей в высоком разрешении, а также для игр с красивой графикой. Однако фильмов и сериалов в 4К все еще очень мало. У 8К самая высокая четкость изображения. Многие модели могут улучшать качество Full HD контента за счет технологии, которая повышает насыщенность и контрастность, проходя по всем участкам изображения 60 раз в секунду. Однако хоть картинка и улучшится, но она не превратится в 8К. Настоящий же 8К-контент представлен пока только панорамным видео и съемками живой природы. Подсветка Edge LED находится чаще всего сбоку или снизу. Свет рассеивается по всей площади, но не совсем равномерно. Direct LED расположена равномерно по всему экрану за матрицей, поэтому лучше передает качество картинки. Однако толщина корпуса и потребление энергии у телевизора больше. QLED – это матрица, состоящая из нанокристаллов. Она имеет более широкую цветопередачу, а также яркий белый и глубокий черный цвета. Подобная технология с использованием нанокристаллов представлена также под другими названиями. OLED-матрица состоит из множества светодиодов, что дает самый глубокий черный цвет, отличную контрастность и высокую яркость. Частота обновления экрана отвечает за плавность динамической картинки. Для большей части контента достаточно 50-60 Гц. Но если вы любите играть в консоли, смотреть боевики или спортивные трансляции, то лучше присмотреться к 100-120 Гц. Смарт-ТВ дает возможность смотреть YouTube и онлайн кинотеатры, слушать музыку, просматривать веб-страницы, скачивать приложения и общаться через интернет. Смарт-телевизоры работают на различных операционных системах, но все они имеют схожий функционал. HDR – это технология, увеличивающая контрастность и число цветовых оттенков. В HDR-видео возрастает количество теней и полутонов, за счет чего на экране можно определить больше деталей. Само изображение становится более достоверным и ярким, но эта технология требует соответствующего контента. Функция записи видео позволит сохранить ТВ-передачу на внешний накопитель. У телевизоров с опцией TimeShift можно поставить программу на паузу, если нужно отойти. На самом деле телепередача просто начнет записываться на внешний накопитель, и после отжатия паузы просмотр продолжится с места остановки. Технология DLNA объединяет телевизор с другими устройствами в единую цифровую сеть, что дает возможность смотреть на телевизоре файлы, хранящиеся на компьютере, смартфоне или в сетевом хранилище. Цифровой тюнер – устройство, которое принимает ТВ-сигнал. Есть тюнеры для эфирного телевидения, которое ловит антенна, кабельного, который является оптимальным решением для городских квартир, и спутникового телевидения. Продвинутый DVB-S2 формат позволяет передавать ультра-HD контент. Если в телевизоре нет какого-то формата, то всегда можно приобрести внешний тюнер, хотя это и менее удобно. Чем выше мощность звука в устройстве, тем громче он будет. А при встроенном сабвуфере телевизор еще и способен качественно воспроизводить низкие частоты. Однако толщина телевизоров не позволяет встроить туда мощную акустику, поэтому для любителей смотреть фильмы и играть в игры лучше приобрести аудиосистему отдельно. Через разъем HDMI происходит подключение различных устройств к телевизору, причем боковое расположение намного удобнее, особенно если телевизор расположен вплотную к стене. USB-разъем предназначен для подключения внешних накопителей, мышки или веб-камеры. SPDIF потребуется для подключения аудиосистемы. Через Bluetooth к телевизору подключаются смартфоны и беспроводные устройства. Практически все телевизоры можно крепить к стене, но на всякий случай проверьте этот момент. Теперь вы можете подобрать нужный именно вам телевизор. С вами был ДНС. До встречи!